С вами канал «Учебник вслух». История средних веков, 6 класс. Тема урока – образование варварских королевств, государства франков в VI-VIII веках. Древние германцы. В первые века нашей эры германцы жили на землях к востоку от Рейна. Их образ жизни отличался от образа жизни римлян. Деревни германцев обычно располагались на лесных опушках, около рек и ручьев. В длинных домах из жердей, крытых соломой, жили большие семьи, состоявшие из нескольких поколений. Семья принадлежала к определенному роду. Несколько родов объединялись в племя. Сначала главным занятием германцев было разведение коров, овец, свиней, кур, гусей. Позже они стали заниматься земледелием. Германцы также добывали пищу охотой, рыбной ловлей, сбором дикорастущих плодов. Племенем управляло народное собрание всех свободных мужчин. Постепенно власть перешла к старейшинам и жрецам. Во время войны племя возглавлял вождь, который набирал дружину. Германцы были язычниками. Они обожествляли природу – землю, солнце, небо, гром, ветер. Франки захватывают Галлию. В IV-VI веках германцы переселялись на территорию Римской империи и создавали здесь свои государства. Со времен этого великого переселения народов и началась в Европе история средних веков. В 476 году один из вождей-варваров сверг последнего императора Римской империи Ромула Августула и отправил знаки его власти императору Восточной Римской империи. Западная Римская империя прекратила свое существование. 476 год считается датой окончания истории Древнего мира и началом истории Средних веков. К началу VI века германцы расселились на всей территории Западной Римской империи. Вандалы – в Северной Африке, Вестготы – Западные готы – в Испании, Остготы – Восточные готы – в Италии, Франки – в Галлии, Англы и Саксы – в Британии. Германцы создали здесь свои государства. Одним из них было государство франков. Эти германские племена до переселения жили на землях по нижнему течению Рейна. В конце V века среди франкских вождей выдвинулся хитрый, расчетливый и жестокий Хлодвиг. Правителей из этого рода, династии, называли мировингами. В бою у города Суассона в 486 году войска Хлодвига разгромили римлян и подчинили себе плодородные равнины Галлии, а затем покорили и некоторые племена к востоку от Рейна. Около 100 тысяч свободных франков расселились небольшими деревнями-общинами по соседству с местным населением, которое составляло примерно 6-8 миллионов человек. Франки расчистили и распахали пустующие земли. Каждая семья заняла такой участок, какой могла обработать своими силами. Хлодвиг же с дружиной присвоил огромное владение, принадлежавшее раньше римскому императору. Многие местные богачи из римлян и галлов поспешили признать власть Хлодвига и стали родниться с германской знатью. Живя веками по соседству, германцы и местное население перенимали язык и обычаи друг друга, между ними возникали соседские и родственные связи. Франкский историк VI века о случае с драгоценной чашей. Одержав победу при Суассоне, франки среди другой добычи захватили удивительной красоты и величины чашу. Но Хлодвиг попросил отдать эту чашу ему сверх его доли. Воины ответили – делай все, что тебе угодно, ибо никто не может противиться твоей власти. Но один воин поднял боевой топор и разрубил чашу, промолвив – ничего из этого не получишь, кроме того, что полагается тебе по жребию. Все были этим поражены, но король подавил обиду. Через год он приказал своему войску собраться на военный смотр. И вот, обходя ряды, подошел к этому воину и сказал ему – никто не содержит в таком непорядке оружие, как ты. И, вырвав у него топор, бросил его на землю. А когда тот наклонился, чтобы поднять топор, король разрубил ему голову. Так, сказал он, ты поступил с чашей в Суассоне. Как Хлодвиг управлял государством? В конце V века возникло государство франков. Хлодвиг истребил других военных вождей и многих своих родичей, с которыми вместе завоевывал Галию и стал главным правителем франкского государства. Ему подчинялось теперь население всей страны, притом не только в военное время, но и в мирное. После расселения франков по всей Галии народное собрание уже невозможно было созывать. Важные решения Хлодвиг принимал сам, советуясь только со знатными людьми. О его решениях рядовым франкам сообщали на военных смотрах, проводившихся каждый год весной. Постоянной военной силой стала дружина. Она содержалась за счет налогов, сохранившихся от римских времен, и военной добычи. В каждую область обширной страны Хлодвиг назначал графов, правителей из близких ему людей. Они собирали налоги, командовали отрядами воинов, руководили местным судом. При Хлодвиге были записаны старинные судебные обычаи франков, и новые указы правителя. Из них был составлен первый сборник законов франков «Солическая правда». Эти законы грозили высокими штрафами за похищение рабов и скота, за поджог амбаров и скотных дворов. Жизнь дружинника ценилась втрое дороже, чем рядового свободного. Введение писанных законов способствовало укреплению единого порядка на всей территории государства. С этого времени и до конца Средневековья соблюдение права и законотворчества стали в Западной Европе важной частью общественной жизни. Как росли владения знати? Через несколько веков после завоевания Галии большая часть местных жителей, а также многие свободные ранее франки, стали зависимыми людьми. Почему и как это произошло? Хлодвиг и особенно его преемники, чтобы укрепить свою власть, щедро раздавали земли своим приближенным и дружинникам в награду за службу. Они становились не только знатными людьми, но и крупными землевладельцами. За ними закреплялся титул графа или герцога, право на родовой герб. По примеру правителя, знатные люди тоже набирали себе отряды воинов и за службу награждали их участками земли. Правители давали знати большую власть над населением, которая жила на этих землях. Свободные франки сохранили голос лишь в собраниях своей общины. Их реже привлекали к военной службе. Хлодвиг перед смертью разделил франкское королевство между четырьмя своими сыновьями, как наследниками власти. Из-за власти его потомки постоянно воевали между собой. Это имело тяжелые последствия для народов. Нередко земледельца призывали в войско, а возвратясь из похода, он находил свое хозяйство в запустении. Страдая от притеснений знатных соседей, земледелец обращался к одному из них с просьбой о защите. Платой за такую защиту была потеря его свободы и собственности. Он был вынужден вступать в зависимость и передавать свой земельный надел в собственность покровителю. Зависимый земледелец продолжал вести хозяйство на прежнем наделе, но теперь он и работал на поле господина и отдавал ему часть своего урожая. Рабы и колонны сближались с попавшими в зависимость свободными франками и постепенно сливались с ними в самый широкий слой населения средневековой Европы – зависимых трестьян. Битва при Пуатье и военная реформа Карла Мартелла. Усобицы потомков Хлодвига разоряли франкское королевство. Королевская власть ослабела. Положение усугубляло то, что последние мировинги были людьми безвольными, изнеженными, неспособными к решению государственных дел. Современники прозвали их «ленивыми королями». Постепенно власть в королевстве перешла к управляющим королевским домам – майордомам. Они по своей воле возводили на престол и смещали королей из династии мировингов. В первой половине восьмого века в Галлию начали вторгаться арабы, завоевавшие Пиренейский полуостров. В 732 году майордом Карл Мартелл, что значит «молот», в сражении у города Пуатье нанес сокрушительное поражение арабам. Их продвижение в Европе было остановлено. Победе над арабами способствовала военная реформа Карла Мартелла. Он создал конное войско и жаловал конным воинам участки с земли с живущими на них зависимыми крестьянами. Позднее такие земельные владения, за которые надо было нести конную военную службу, стали передаваться по наследству. На латинском языке они назывались феодами. Их владельцев историки называют феодалами. Крупному феодалу мог принадлежать целый район с десятками и даже сотнями деревень вокруг барских поместий. Мелкому чаще всего одна деревня или даже несколько крестьянских дворов. Кто должен быть королем франков? В 751 году сын Карла Мартелла Пипин, прозванный за свой малый рост коротким, попросил папу римского, главу церкви в Западной Европе, разъяснить, кто должен быть королем франков? Тот, кто имеет власть или тот, кто лишь носит звание короля? Папа вынес решение в пользу первого, то есть Пипина. На собрании франкской знати в Суассоне Пипин Короткий был провозглашен королем франков. Так к власти пришла династия королингов. Свергнутые меровинги были отправлены в монастырь. В то время папе римскому угрожали лангобарды, в переводе с немецкого «длинобородые» – германский народ, который во второй половине VI века захватил Италию. Их имя сохранилось в названии области Северной Италии – Ломбардии. Лангобарды стояли у ворот Рима. По призыву папы король Пипин дважды совершил походы в Италию против лангобардов. Под власть папы римского были переданы города Рим и Равенна с прилегающей к ним областью. Так в 756 году в Средней Италии образовалось особое государство римских пап – Папская область, существовавшая более тысячи лет – до 1870 года.